Добрый день! Заходите в наш дом, вас согреем теплом, доброй шуткой, веселой песней. Приглашаю в наш дом гостю низкий поклон и почетное самое место. Мы рады приветствовать вас на празднике День открытых дверей станции юных техников. Праздник — это шутки, игры, смех. И сегодня мы с вами будем веселиться. А для начала покажите мне свои ладошки и повторяйте за мной. Молодцы! Вот такими дружными аплодисментами мы будем встречать каждый наш праздник. А праздников у нас будет очень много. Весело и дружно встретим Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой. Девочек, мам, бабушек и сестер поздравим праздничным концертом 8 марта. Справим День защитника Отечества. А в конце учебного года на отчетном концерте девочки и мальчики продемонстрируют свои умения и навыки, полученные в этом учебном году. С началом учебного года вас поздравляет исполняющая обязанности директора станции юных техников Шитлина Альмира Ахняковна. Добрый день всем! Я рада приветствовать, конечно же, наших детей и вас, мама, папа, дедушки и бабушки. Наши двери вновь открыты для вас на Новый учебный год. Все, кто уже пришел к нам, вы видели, да, там лежат тетрадки, куда вы можете записаться в каждое объединение, в каждый кружок. Я рекомендую посмотреть наш праздник, День открытых дверей, потому что здесь вы сейчас сидите, вы видите всех педагогов. У меня такая небольшая самопрезентация педагога. Он расскажет о своем кружке. А уже потом, когда закончится День открытых дверей, вы идете по кабинетам, общаетесь с каждым педагогом и записываете. Так, я думаю, будет более эффективно. Вы видите и запишетесь. И, конечно же, наша станционная техника принимает детей от 6 лет и практически, да, мы даже работаем со взрослыми. Поэтому, посмотрите, есть кружки объединения для маленьких детей, есть объединения для взрослых, есть для мальчиков и для девочек, потому что у нас есть еще помещение, там у нас работает аэромобильный кружок, трассовый автомоделизм, у нас есть и дизайн надежды, и новый кружок судомоделирования, и робототехника. Поэтому выбирайте тот кружок по направлению вашего ребенка, чем он его плечет. Вы можете записаться не в один кружок, ребенок может ходить как минимум два кушка. Можно, знаете, как, в сентябре вы можете начать ходить в несколько объединений, а потом ребенок сам выберет. Какой-то кружок оставит, а в какой-то он оставит. В какой-то оставит либо будет ходить, а в какой-то будет ходить. То есть пусть сам ваш ребенок выберет то направление, которому действительно интересно. У нас есть и подготовка к школе, у нас есть и шаг, и судомоделирование, и у нас есть еще померческие группы, да, это только вам надо пройти к предотокам и разобраться, в какой день вам нужно попасть. Кружки работают до обеда, потому ребенок, который учится после обеда, да и есть кружки, которые работают до обеда и после обеда. Опять же, выбирайте по тому, какого отлучается ваш ребенок. Еще объявим с день. У вас будет радическое собрание. Будет объявление, у нас будет радическое собрание. Обязательно я прошу вас всех на него прийти, потому что на радическое собрание мы обязаны вас ознакомить с нашим уставом, с правилами утреннего с порядка. Вы узнаете, какие у нас еще и преджитет документы. Потом, может, какие-то у вас вопросы возникли в этом неaspолене. Поэтому рекомендуем всем прийти, да, моя личная просьба, потому что ваши дети будут ходить в наше объединение, нашим педагогам, чтобы мы с вами совместно делали нашу станцию техники лучше, хотя я думаю, что наше учреждение, оно, знаете, педагоги все, каждый педагог здесь уникален, талантлив, он каждый своеобразен, каждый, знаете, имеет высшую квалификацию, и каждый педагог у нас любит детей и знает дело, то, чему будет вашим детям учить. И еще у меня, конечно, есть просьба, это общаться с педагогом, вот тот кружок, который у вас ходит, с ребенком, обязательно общайтесь, потому что бывает какая-то помощь нужна, да, там, или в работе с вашим ребенком, или, допустим, если вы ходите на бисероплетение, да, там, нужен бисер, то есть здесь прямо работайте с нашими педагогами для того, чтобы вашему ребенку было комфортно. Ну и вообще общайтесь с педагогами, потому что, допустим, знаете, вот мы все сами маме заняты, да, вот я тоже от мамы, то есть мы мало уделяем своим детям внимания, это не секрет, а здесь ваш ребенок будет проводить по 3-4 часа и более, поэтому приходите к нам, возникают какие-то вопросы, вы будете проводить русские собрания, у нас есть различные материалы по работе с детьми, если у вас какие-то вопросы возникают, то в процессе учебного года вы можете обращаться ко мне или к моим помощницам, у нас есть методисты по умственному образованию, которые вам могут еще рассказать о методическом помощи. А так вообще хочу поздравить нас с началом нашего учебного года, дополнительным образованием. Все, кто к нам ходят, вы знаете, что наше, дополнительное учреждение, оно действительно пользуется большим спросом. У нас великолепная обстановка, очень теплая, очень комфортная, потому что педагоги любят свое дело и любят всех детей. И я хочу пожелать, чтобы этот год для нас был эффективный, чтобы ваши дети хорошо учились в школе, чтобы они посещали кружки, чтобы этот год прошел для нас под знаком здоровья, под знаком хорошего настроения, позитива. Потом у нас еще все мероприятия мы проводим здесь массово. У нас и день, и Новый год здесь, и 8 марта, и 23 февраля. Я тоже поэтому вас призываю на все эти наши мероприятия приходить, быть рядом с детьми и быть с педагогами, которые работают с вашими детьми. Ну еще раз, с наступающим учебным годом желаю нам такой совместной работы, очень позитивной и благожелательной. И, конечно же, я хочу, чтобы за этот учебный год ваши дети стали намного лучше, чем они были в сентябре. То есть они научатся очень многому наших объединениях, самым главным коммуникациям, научатся тому кружку, в который вы будете ходить. И, конечно же, хочу пожелать, чтобы наши дети радовали нас своими победами. А побед у наших детей будет намного больше, если они будут посещать нашу станцию юных техников. Поздравляю еще раз в праздниках. На нашем празднике присутствует ветеран станции юных техников Соболев Владимир Александрович. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне хочется всех поздравить с этим днем. прежде всего детей, которые пришли сюда, и родители, потому что, мне кажется, что посещая станцию юных техников, они наверняка необретут навыки, которые обязательно помогут им в жизни. Я вам бы сказал, что за все время я проработал здесь 12 лет слышно, и наши дети, многие уже закончили институты. И причем те, которые, то направление, которое они здесь взяли. То есть это и авиационный институт, это и пединститут, это дети, которые ушли, в институт искусств поступили. Поэтому я хочу поздравить вас. Надеюсь, что, бывая здесь, приходя сюда, они обязательно получат три навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. И в этот такой день, теплый, солнечный день, я еще раз хочу вас поздравить. И детям хочу сказать, ходите сюда, обязательно приходите, потому что это уже ваш дом будет. Вы будете приходить сюда так, как обычно приходят дети, чтобы получить какие-то навыки. И самое главное, что теплота педагогов и внимание к вам позволят ходить сюда с настроением. Это самое главное. Хорошее настроение, и это, прежде всего, значит, желание получить те навыки, которые здесь будут вам преподавать. Поэтому я поздраваю вас всех, и родителей, и учащихся сегодняшних. Записывайте другого в кружки, и я думаю, что каждый из вас найдет то, что ему пригодится, и вам нравится, заниматься счастливым, и пригодится учащихся. Еще раз всем поздравляю. Выступает выпускница станции юных техников Мергалиева Диана. Песня с вами Мергоэра де Орн. Песня с вами Мергалиева Диана. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzок Адьет! 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 Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады вас приветствовать на нашем открытке от этих дверей. Приглашаем наш кружок в дизайн одежды. Вы сейчас видели, как девочки представили свои стили, которые они выполнили сами полностью от начала до конца. Я обучаю именно шить, кроить и модерировать. То есть дети получают большие навыки в будущем. И ждем вас в нашем кружке. У нас впереди большие планы. Ожидаем вас в гости! Спасибо большое! Шекильянов Морис Макмутович. Это лобоведение шахматов. Здравствуйте! Я на самом деле шахматист. То есть шахмат и я где-то занимаюсь шахматом, но вообще где-то примерно с 60 лет уже шахматом. Сюнки я где-то на одном шахматисте. И где-то вы делаете на суши. Шахматист. Я привожу слова гениального русско-макиста. С помощью шахмат я восхитил свой парад. Ну, мои, это... У меня, это... Чемпионы, на самом деле, здесь мои. Среди детских северных церковных парадик, общественных бюджетов и так далее. То есть они до сих пор опираются на шахматы. Никто, никому за 60 лет существовать в шахматах, не видит, где одно тело, просто сильно опущено было. Никогда не опускается. И самому же занимается шахматами. Потому что приходите играть в шахматы по расписанию, в котором мы с вами поделимся. Ну, в продюссиане посмотрите. И... Любите шахматы, не пропадем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валеева Алзу Салаватвина, педагог объединения «Эрудит». Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Алзу Салаватвина. Я специалист по работе с детьми, учитель начальника. Я приглашаю в свое объединение будущих первоклассников. Объединение называется «Эрудит». Что мы будем делать? На занятиях мы будем отрабатывать основные навыки. Какие? Это общение со сверстниками, совместная работа в группах. Также мы будем в игровой форме учиться читать, будем развивать мелкую моторику. И такие основные... Такие процессы, как внимание, мышление и память. Так, чтобы еще вам сказать, приходите ко мне в объединение, так как подготовка перед школой, она обязательно нужна. И нужно заниматься этим постепенно. Потом, после того, как дети наберут эти навыки, они придут в школу уже уверенные в себе. И быстрее проявят и с легкостью период адаптации и привыкнут к стенам школы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Студия танцев «Зумрад». Здравствуйте, меня зовут Эльза Рустемова. Студия танцев «Зумрад» приглашает юных принцесс на занятия, где вы сможете отдохнуть душой, телом. Занятия танцами развивают гибкость, пластичность тела, музыкальность и артистизм. Красоту, хорошее настроение – вот что вы получите на нашем занятии. Чтобы записаться, нужно будет подойти ко мне. После окончания мероприятия буду ждать вас в этом зале. Спасибо. Алютин Дмитрий Владимирович – педагог объединения «Авиамоделирование». Добрый день, уважаемые. Я представляю направление «Авиамоделирование». В нашем объединении ребята занимаются, во-первых, изготовлением самолетов, различных свободно летающих, радиоуправляемых. В том году мы занялись и активно продвигаем следующую дисциплину. Это вот здесь вот, если видели, на подоконнике у нас стоят экспонаты. Это у нас, как называется, кто не знает? Квадрокоптер. Квадрокоптер. Квадрокоптер – это такое новое…